Доброго времени суток, дамы и господа. Некоторые игроки только недавно прокачались до 70 уровня, до максимального. Начали покорять текущий контент, начали ходить там в различные подземелья, рейды, изучать вообще мир Dragonflight'а. Начали там профессиями заниматься. А что делает компания Blizzard? Компания Blizzard уже накидывает море контента и уже рассказывает полностью обо всех планах на 2023 год. Это очень хорошее событие, потому что мы теперь хотя бы знаем, что, когда примерно выйдет и можем как-то что-то спланировать, можем подумать, чем там заняться, например, в текущий момент времени, что отложить на потом. Давайте глянем абсолютно все изменения, которые ждут нас в 2023 наступающем году, что, когда выйдет и вообще, что, собственно, нас в это время конкретное ждет и хотя бы подумаем, когда примерно это может выйти, в каком месяце. Такая картинка, компактная и на ней реально очень много информации. WoW Dragonflight 2023, патч 10.0.5. На текущий момент об этом патче все разговоры, он уже, по-моему, есть на ПТРе, все уже тестируется потихоньку. Он выходит зимой, но это, скорее всего, будет какая-то середина января, быть может, там конец января. Трейдинг пост. Торговая лавка, аналог Баттл Пасса, немножко первый взгляд уже был на Ютубе сделан. Потом рассмотрим его, конечно, более глубоко. Примолист Tomorrow. Это событие воинов стихий, будущая воина стихий. Но будет в, получается, этом же патче. Это событие в открытом мире. На текущий момент оно недоступно. Если мы наведемся на песочные часы, которые находятся в четвертой локации, там, где находится у нас столица, самое главное, мы можем это событие увидеть. Но оно просто пока что заблокировано. Дальше. White and Gray Transmogs. Можно будет трансмогрифицировать белые вещицы и вещицы серого качества. То есть, то, что должно было быть изначально при старте Dragonflight'а, они решили отложить это на 10.05. Патч 10.0.7. Spring. Весна, скорее всего, это какой-то апрель, я так думаю. Return to Forbidden Reach. Возвращение в запретный край. Та локация, которая является стартовой у драктиров. Окей. Human and Orc Heritage Armor. Наследуемая, как она называется, броня, которая соответствует определенной расе. В общем, какой-то трансмог сет красивенький будет для хуменов и для орков. Хорошо, пусть рисуют, пусть делают красивые сетики. Holiday Updates. Апдейты, то есть, еще какие-то. То есть, будут, будут, будут и будут. Хорошо, то есть, 10.07, само собой, будет потом еще рассмотрен. И все увидим более детально. Вот дальше уже, конечно же, интереснее. Season 2. Патч 10.1. New Zone. New Raid. New PvP Season. New Mythic Plus Dungeon Pool. Professional Updates. User Interface Improvement. Улучшение интерфейса игрока. Улучшение профессии, их апдейт. Новый пул Mythic Plus. То есть, имеется в виду, поменяются те ключи, которые доступны. На текущий момент у нас 4 из Dragonflight. 4 из других дополнений. Будут, ну, другие Dragonflight-овские ключи доступны, скорее всего. И какие-нибудь другие ключики из прошлых дополнений тоже подберут, чтобы мы не скучали. Новая зона, новый рейд, новый PvP сезон. Между Spring и Summer. То есть, получается, это что будет? Ну, может, какой-нибудь июль. Потому что в июне как бы выходит Diablo. И я не думаю, что они будут запускать в июне тоже сезон в WoW. Наверное, это будет какой-нибудь июль. А может быть, август. Навряд ли. Но, наверное, июль. Хорошо. 10.1.5. Summer. Лето. Мега-данжен. Ну, в каждом, собственно, дополнении имеется какой-нибудь мега-данжен. По типу Михагон, Каражан. Хорошо. World Events. Мировые ивенты. Ну, чтобы игроки не скучали. Окей, хорошо. Content and System Updates. Что-то заапдейтед. Пускай апдейтед. Пусть улучшают игру. Хорошо. Дальше. Патч. 10.1.7. Fall. Осень. Да, окей. Story and Quests. То есть, будет раскрыта еще больше сюжетка Драконьих Островов. Будут новые квестики. Хорошо. Holiday Refresh. Что? Что? Тут Holiday. Тут Holiday. Не понимаю. Сложно. Что-то... Какое-то чего-то обновление будет. Далее. Content and System Updates. Еще будут апдейты. В контенте. Хорошо. Сезон 3. Патч 10.2. Новая зона. Новый рейд. Новый PvP сезон. Новый мифик плюс данжен пул. И добавление контента и различных фич. Различных каких-то добавлений нам навалят в 10.2. То есть, и ключики новые, и зона новая, и рейд новый, и PvP сезон новый. В целом-то неплохо довольно-таки. И что, наверное, 10.2 когда выйдет? В каком-нибудь октябре, ноябре? Ну, наверное. То есть, получается, через год нас ждет третий сезон. Уже даже меньше. А второй сезон? Ну, где-то полгода. То есть, это я к чему? Просто думайте заранее о получении достижения, там, герой своего времени, на кромке лезвия, получайте сразу там всяких маунтов сезонных. То есть, займитесь этим заранее, чтобы не спешить там в последнюю неделю, не покупать там какие-нибудь ключи задорого и все это прочее. Как-то так получается. Понять бы, что тут в слове holiday, какой смысл. Может, просто смысл на поверхности, а я его не понимаю. Ладно. Как-то так на текущий момент все происходит, окей. То есть, если все так и будет выходить, если что-то еще будет добавлено к этому, то близы молодцы. Это хороший темп, довольно-таки, который удержит игроков в игре, надеюсь. Что ж, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Продолжение следует...